Добрый вечер! Важнейшие новости Одессы и региона в ближайшие 20 минут. Меня зовут Татьяна Блайда. Вслед за штабами кандидатов подвела итоги первого тура выборов и национальная полиция. Ссылаясь на мнение большинства кандидатов и международных миссий, свою работу оценили как вполне эффективную. Минимальные просчеты обещают до второго тура устранить. Всего в Украине было зафиксировано 5266 обращений граждан во время предвыборной кампании и около 2500 в день голосования. По мнению руководства над полицией это вполне нормальные цифры, тем более что абсолютное большинство из них административные. В то же время в имеющихся правонарушениях виноваты в том числе кандидаты, считают в полиции. Низкая политическая культура претендентов на кресло побуждает избирателей пренебрегать законами. За високою етикою і політичною культурою у стосунках кандидатів і їх команд один з одним, за високою культурою політичного діалогу стоять в тому числі вирішення значної частини правоохоронних проблем, повязаних з конфліктом між людьми, повязаних зрештою з хуліганськими діями, наприклад, чи злочинами. Відповідно, ми зацікавлені в тому, щоб створити такі обставини, коли правосвідомість кандидата на пост президента визначатиме його успіх електоральний. Всего в первом туре для организации правопорядка було задействовано 135 тисяч правоохранителей, в тому числе почти 7 200 человек в Одесской области. Во втором туре охранять волеизъявления граждан буде примерно столько же полицейских і нацгвардейців. Силовики обещають учесть сложности, с которыми столкнулись правоохранители 31 марта. Это касается не только непосредственного выполнения обязанностей. По различным причинам часть полицейских не смогли проголосовать, даже по открепительным талонам. На второй тур каждый блюститель порядка сможет осуществить свой гражданский долг, обещают в национальной полиции. В Одесской области состоялся тестовый запуск украинских ракет «Нептун». Мероприятие посетил президент Петр Порошенко. В рамках испытаний использовали новое топливо, а также новую систему управления и позиционирования. Испытанные в Одесской области противокорабельные ракеты «Нептун» успешно поразили учебную цель. Тут, на полигоне в Одесской области, проходят один из завершенных выпробований новой крылатой ракеты, которая будет поставлена на оружие военно-морских сил, военно-морских сил Украины. Это ракета противокорабельная, ракета береговой обороны, ракета, которая может использоваться и сухопутными силами Украины. И величезный внесок, в том числе, что до возможности увеличения радиуса действия зазначенной ракеты, использования высокоточного оружия, более мощной боевой частины, сегодня это все достигнение оборонного комплекса Украины. После испытания крылатой ракеты на юге области президент Украины Петр Порошенко отправился в Одессу, где посетил западную базу военно-морских сил Украины. Там Гарант встретился с семьями военных моряков, находящихся в заключении в Российской Федерации. Глава государства передал 22 награды морякам. 7 орденов Богдана Хмельницкого третьей степени, 4 за мужество и 11 медалей за военную службу народу Украины. Также семьи восьми военных моряков получили ордеры на квартиры. Чтобы они точно знали, что Украина, украинский президент, украинская влада, оружие силы Украины памятают и каждый день наведут борьбу для того, чтобы прискорить их звольнение. Их повернение додому. Мне больно от того, что добиться звольнение, не призважаючи на потужную світовую солидарность с Украиной, поки что не удалось. Греценка Дениса Володимировича, капитана другого рангу. Нагороду отримает сын Артем Денисович. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Навіть звичайна грамота – це вже відзнака того, що щось зробив добре. А орден з третього ступеня Богдана Хмельницький, який отримав Богдан, так, дуже важливо, але звичайно найбільше б нагороди, яку хотілося б сегодня отримати, щоб сын повернувся до дому. Одесский ГАЗК отменил разрешение на строительство в Усотки на четвертой станції Фонтана. Эту информацию распространили СМИ. Несмотря на это, строительство по-прежнему идет полным ходом, а на сайтах недвижимости десятки объявлений о продаже квартир в этом жилом комплексе. Мэрия предостерегает одесситов инвестировать в якобы незаконный объект строительства по адресу. Фонтанская дорога 6 не стоит. Нарина Щеглова разбиралась в законности стройки ЖК Мдерби Хаус. В городском ГАЗКе сообщают, строительство жилого комплекса на четвертой станции Фонтана контролируется их областным подразделением. Тем временем в областном ГАЗКе говорят, предшествующий разрешению на строительство документ аннулирован. Мы всего лишь аннулировали условия ограничения. Дальше город или Киев, смотря какой класс наследков, должны аннулировать им дозвил. Отсутствие градостроительных условий ограничений запрещает проектирование и, соответственно, строительство объекта. Несмотря на это, работы здесь ни на минуту не прекращаются. На территории Дарби Хауса вовсю трудится строительный кран. В то же время в сети активно распространяются объявления о продаже квартир на этом объекте. Я хотела бы узнать по поводу квартир маленьких однокомнатных. Какие сейчас наличия есть? Есть в наличии у нас квартиры 35 метров. Это квартиры студии, которые сдаются во втором квартале 2021 года. Стоимость разная. Если первый этаж, это может быть 675 акционная цена. Если чуть выше, 840 долларов квадратный метр. Мы лично пришли в отдел продаж и поинтересовались, известно ли менеджерам о том, что они незаконно продают квартиры. Сотрудница компании информацию о запрете на строительство опровергает. Сейчас областной ГАСК проводит проверку соблюдения требований градостроительного законодательства ЖК Дарби Хаус. Мэрия призывает граждан не покупать квартиры в доме литовского застройщика. Отмечу, что в 2011 году суд признал за Ханбером право собственности на объекты, расположенные по этому адресу. А в 2016 Горсовет разрешил разработку проекта землеустройства обществу Ханбер на фонтанской дороге 6. Радоваться пустому и тихому побережью осталось недолго. На пляжах уже вовсю гудят стройки. Курортный сезон стартует в мае, поэтому чиновники и предприниматели активно готовятся. Устанавливают клубные помосты, торговые точки, подписывают документы. Команда репортера прошлась вдоль моря и посмотрела, где в скором времени пройти к пляжу будет невозможно. Подробности морского рейда у Александры Явник. Через месяц в Одессе начнется курортный сезон. Пляжные предприниматели и рабочие выходят из спячки и начинают бурную деятельность на пляжах. Строить начали везде – на склонах, на песке, а некоторые даже в море. На 13-й станции фонтана рабочие трудятся уже в поте лица. Однако, чем конкретно они здесь занимаются, непонятно. Свай забивают прямо в воду. Либо люди не понимают, что это небезопасно, либо во всем городе для стройки места больше не нашлось. Местные жители вспоминают, что раньше на этом месте был общественный пляж. Но уже несколько лет на песке, а теперь, видимо, и в самом море красуется платный клуб. А летом, я вам что хочу сказать, что вот это забито, весь пляж негде отдохнуть. Стоять в эти барные стойки и приходишь негде, просто негде прилечь. Во-первых, канализация – вопрос. Где? Море. Море. Наше любимое море. Зачем его засирать? Зачем его засирать? Природа, она мстит. Чуть дальше, на 14-й и 15-й станциях, пока что тихо и спокойно. Набережная ухоженная, без стройки рабочих. А вот на пляже Золотой берег медленно, но верно вырастают новые апартаменты. Прямо на первой линии у моря строится высотка под названием «Аура-апарт». Хотя в паспорте здания написано, что это будет пансионат семейного типа. В интернете уже можно посмотреть цены на квартиры, хотя строители пока успели возвести только один этаж. Люди стараются обходить стройку стороной. Огромный кран, работающий прямо на склоне, доверия не внушает. Сначала типа пансионат семейного типа. Потом уже смотрим апартаменты. Но здесь не продумали ни коммуникации. Все на старых основах. Ну куда? А разъезд дороги, здесь это еще не лето. Здесь дороги вообще нет по сути. Здесь кто живет, тут страдает. О чем они думают, я вообще не понимаю. А вот эта стройка, это ни к чему, вы мне извините. Я вот ее обходила, бог его знает. И назад не пойду этой стороной, потому что за этого крана. Все снизили, смотрят городские власти. В мэрии пока не комментируют, что именно предусматривает подготовка к пляжному сезону. Кому принадлежат те или иные постройки, тоже не говорят. Известно лишь то, что в этом году почти все городские пляжи отдадут в аренду. На них планируют заработать 16 миллионов гривен. Это на 5 миллионов больше, чем в 2018 году. Киевский районный суд продолжает рассматривать дело о пожаре в детском лагере «Виктория». Свои свидетельские показания дал бывший электрик учреждения. По его словам, особых проблем с проводкой не было. Кипятильник в лагере он не видел, а инструктаж с детьми не проводил. Споры возникли, когда адвокаты пытались выяснить, кто имел доступ к сигнализации. Я видел, что один раз Адамская включала, пробовала набирать. А что это было, почему это она делала, я не знал. Чем принципиально отличается отключение зумера от ревуна тогда? Если Адамская включала ревун, когда грузины там отдыхали, то вы отключали зумер или что? Зумер просто решетка, а ревун это комбинация. Зумер написан динамик. Нарисован динамик, его нажимаешь и он отключает вот этот зумер. Вот это мы и хотим услышать. Так вы отключали зумер или нет? Это в присутствии Адамской, когда она была, она набирала ревун и вот этот зумер отключили. Электрик говорит, что звук зумера он отключал самостоятельно, тогда как вожатая Адамская отключала ревун, звук пожарной тревоги. Также он рассказал, что ему действительно жаловались на воду, которая бьется током. Но это было один раз и проблему устранили. Адвокаты потерпевших считают, что подрядчик тоже должен пояснить судьям особенности работы сигнализации. Вопрос срабатывания работы в штатном или в аварийном режиме пожарной сигнализации, он напрямую связан с теми последствиями, которые наступили в виде смерти детей. Если бы эта сигнализация даже при условии не подключения к централизованному пульту МЧС сработала бы в штатном режиме в виде ревуна, громкого звукового сигнала, то, возможно, мы смогли бы избежать тех последствий, которые, к сожалению, имеют место быть в виде гибели этих трех девчонок. Допрос электрика продолжится уже на следующем заседании. Как так это пришлось экстренно прекратить из-за того, что директор лагеря Петра Саркисян почувствовал недомогание. Ему вызвали скорую прямо в суд. Более 200 специалистов завершили обучение в Международном гуманитарном университете. Диплом магистра получили выпускники Института права, экономики и международных отношений, факультета лингвистики и перевода, а также Одесского мединститута. Родителям выпускников с красным дипломом вручили благодарность за вклад в воспитание детей. Сегодня каждый четвертый студент, выпускник магистратуры заканчивает с отличием. Вы знаете, я, честно говоря, очень рад, что каждый год мы открываем какую-то специальность и каждый год мы набираем все больше и больше студентов. Я хочу очень, чтобы наши выпускники были востребованы и я очень рад, что магистры, вот сегодня получив диплом, 99% уже трудоустроены. Юристы-международники, специалисты IT-сферы, менеджеры, фармацевты и лингвисты не скрывают волнения. Отмечают, за долгие годы стены вуза уже стали родными, но и желание применить полученные знания на практике огромно. Сегодня, спустя 6 лет моего обучения, я наконец-то получаю диплом и испытываю огромное удовлетворение от этого. В вузе мне дали сильную правовую базу на моей специальности международного права, а также сильную базу иностранных языков. Немного волнительно, немного грустно, что этого всего не будет. Детство прошло, все. Университет дал мне много толчок. Я сейчас работаю уже около двух лет по профессии, и я очень рада, что я закончила именно этот вуз. Это очень тернистый путь, который очень сложно было пройти. И поэтому теперь это уже действительно наслаждение получить красный диплом, тот, который действительно ты сам заслужил. Поддержать старших товарищей пришли студенты экономико-правового и медицинского колледжей. Говорят, ждут и своего выпуска из магистратуры МГУ. Отмечу, что после окончания колледжа студенты могут поступить в вуз сразу на третий курс, не сдавая внешнее независимое оценивание. И на этом у меня все. Не пропустите завтра в 18.00 и в повторе в 20.30 итоги уходящей недели. Эксклюзивы от команды репортера. Я же прощаюсь с вами. Увидимся.